Музыка Давайте честно признаемся, что при иммиграции происходит сбой парадигмы. Одно дело, когда ты живешь в России, Украине, Белоруссии, и ты там проповедуешь среди своих по языку, по культуре и так далее. Что мы здесь можем, мы, иммигранты, которые не так хорошо знаем английский язык, не так сильно укоренены в местной американской культуре, неужели мы можем выйти за пределы этого здания или своего сообщества для того, чтобы что-то сделать? Есть ли у нас что-то ценное, настолько ценное, чтобы это заинтересовало и было полезно для всего общества, американского в том числе? Вообще церковь, в отличие от всех других социальных групп, обладает ресурсом, которым не обладает ни одна другая социальная группа на земле. Это конкретно, скажем, Дух Святой, благодать Господа Иисуса Христа. Это основное, чем обладает церковь. Есть много других социальных программ, где люди помогают нуждающимся, строят, ремонтируют, лечат. Но в церкви вот этот фактор, его нельзя упустить. Видите, что Господь хочет все-таки спасать людей, не просто христианизировать население, не просто помогать населению, но все-таки донести весть о Христе каким-то понятным образом своему ближайшему окружению. Что есть у нас? У нас у каждого, у каждого из здесь присутствующих есть люди, которые либо не знают Бога, я говорю сейчас о русскоязычных людях, об украиноязычных, либо не знают Бога, либо отпалят Бога. Проблема заключается в том, что мы не выстроили мостика, мы, мы, лидеры, я первый, мы не выстроили площадки, почему бы этих людей сюда не пригласить? Здесь очень закрытое общество, здесь нам комфортно, здесь стоит мне сказать немножко или кому-то более практичную проповедь, практичную в смысле не духовном, а в смысле, ну, не знаю, бытовом. Как сразу подойдут люди и, ну, да, сегодня я как бы не назидался, что действительно правда, что действительно правда, потому что наш духовный запрос, он происходит с учетом нашей зрелости духовной, но когда мы служили людям, скажем, вот встречались дома у нас вот с Жанной, да, мы понимали, что мы не встретились с этой парой или с этим человеком для того, чтобы на одном уровне поназидаться, мы понимали и сознательно приглашали этого человека и готовились и молились для того, чтобы этому человеку донести весть о Боге. Потому мы виноваты, мы, что масса наших людей не активизированы, они не пригласят сюда своих друзей, незачем, мы не готовы для диалога с этими людьми. Нам обоим и этой группе людей, и той группе людей будет некомфортно. Яркий пример домашней группы, один лидер рассказывает, 10 секунд, и он говорит, когда к нам пришла пара, которая только приняла Христа как личного спасителя в нашей церкви, говорит, нашей группе стало всем бы неинтересно, потому что весь фокус первых четыре раза был, вау, люди спаслись, а потом стало скучно, потому что нужно было говорить о самых первых моментах на их уровне, и все остальные очень сильно духовно говорят, ну, как бы не для нас эта группа уже больше. Обычные христиане, скажем так, они подходят в общении с внешним миром с позиции обличения. В данном случае ведь вы говорите о том, что меняться нужно нам. Вот эта знаменитая картинка, по-моему, вы ее как-то вспоминали, вы ее, наверное, тоже видели в фейсбуках, она гуляет. Кто хочет перемен? Лес рук. Кто хочет меняться? Ни одной руки. Что нам нужно изменить, на ваш взгляд, для того, чтобы мы перестали быть закрытым, извините за эту оценку, закомплексованным обществом? Наверное, все начинается с мышления нашего понимания, проявления и себя, и своей роли. Потом пойми, что вокруг каждого из нас есть группа людей, самые близкие, даже наши семьи, наши сотрудники. И если мы даже повлияем на тех, которые рядышком с нами, это огромный прорыв диванализации. Самых близких людей. Но большая часть людей, они не знают, как это сделать. Самые простые вещи, как Александр говорил, вот с чего начать. И я верю, что мы так об этом будем говорить, что выходя на работу, например, выходя в школу, мы должны понимать, что мы выходим на миссию. Каждый раз. Не просто ради заработка. Это второстепенная цель. Это миссия. И если мы начинаем так воспринимать, мы сразу же меняемся. Ничто не заставляет так преображаться и приближаться к Богу. Как постоянная ответственность, ежечасная, ежеминутная. Как свет и как соль. Субтитры создавал DimaTorzok